Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня я хочу поделиться с вами рецептом мочения яблок. Моченые яблоки – это старинный продукт питания славян. В моченых яблоках содержится очень много аскорбиновой кислоты, которая полезна для иммунной системы. Моченые яблоки улучшают процесс пищеварения. И в целом это очень полезный и вкусный продукт. Итак, давайте приступим к основному рецепту. Значит, что для этого нам понадобится? Для мочения лучше всего подходят позднеспелые кислые сорта яблок. Лучшим сортом для мочения является сорт Антоновка. Яблоки желтые, сочные и ароматные. Яблоки следует брать сорванные с дерева. На них не должно быть никаких повреждений. Опавшие яблоки не подходят. Они побитые, с тресчинами, с царапинами, какими-либо другими повреждениями. Для мочения такие яблоки не используют. Их лучше использовать для варенья, либо для приготовления других каких-либо блюд, для сока. Для мочения нам нужны целенькие, вот такие вот желтенькие, красивые яблоки. И зрелые, самое главное. После того, как мы собрали яблоки, их нужно хорошенько помыть, чтобы они были чистые. Тару, в которой мы будем мочить яблоки, также следует хорошо помыть и сполоснуть кипятком для дезинфекции. Раньше в старину для мочения использовали огромные дубовые бочки на 100 литров и даже более. Сейчас, конечно, нужды в таких объемах нет. Я использую обычные банки. Вот можно использовать трехлитровые банки. Я использую пятилитровую банку. После того, как мы помыли яблоки, продезинфицировали тару, нужно подготовить все остальные ингредиенты. Я использую старинный рецепт. И при мочении яблок добавляю ржаную солому. На пятилитровую банку нам нужно примерно полтора килограмма яблок Антоновки, столовая ложка соли, 200 грамм сахара и пучок ржаной соломы. Ржаную солому также следует предварительно подготовить. Ее нужно поместить в какую-либо емкость, ведро или миску большую и залить кипятком, ошпарить кипятком, чтобы солома стала мягкая и также произошла дезинфекция. После того, как все ингредиенты у нас подготовлены, приступаем к закладке яблок. Значит, на дно банки нужно поместить небольшое количество соломы. Вот как у меня. Вот. Затем укладываем яблоки. Затем опять слой соломы и опять яблоки. Вот пока наша баночка не заполнится доверху. После того, как мы заполнили банку яблоками и соломой, нужно подготовить сам сироп. Значит, 200 грамм сахара и столовую ложку соли нужно разбавить с водой. Вот на 5-литровую банку примерно уходит 2,5-3 литра такого раствора. Разбавляем с теплой водой соль и сахар и заливаем в нашу банку. Вот. До самого верха. Когда мы залили рассолом, сиропом нашим, вот яблочки, закрываем крышкой и ставим в погреб для мочения. Вот. Если вы хотите яблоки получить побыстрее, попробовать яблочки моченые, чтобы они приготовились, банку можно сразу не убирать в погреб. Можно баночку подержать несколько дней в помещении. Тогда процесс мочения ускорится. Вот. Яблоки приготовятся гораздо быстрее. Надеюсь, данный способ пригодится и вам, и вы получите вкусные яблочки моченые. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok